Здравствуйте, я Наталья Кузнецова. Сегодня хочу поговорить об одной из чувствительных для меня тем. Наконец-таки я успокоилась, готова поразмышлять, поделиться опытом. Я мама шестерых детей. По профессии я перинатальный психолог и специалист по воспитанию детей в силу своего уже многолетнего опыта с детьми. Я также специалист по семейному образованию и многоинтересующийся чем человек по жизни. Ситуация, о которой я хотела бы сегодня поговорить, поразмышлять, поделиться опытом своим. Ситуация очень, еще раз скажу, для меня чувствительная. Я вот буквально только сейчас отошла. Произошло очень неприятное для меня и для моей мамы событие. Ситуация. 22 июля мы летели компанией Аэрофлот из Хабаровска транзитным рейсом до Симферополя. И когда мы пришли на борт самолета, зашли на борт самолета, температура лета, мы понимаем, 22 июля, температура, я думаю, была около 30, ну, душно было. Самолет, конечно же, огромный, 400 человек, как положено, маски, все. И капитан судно объявляет о том, что через несколько минут будет включена система кондиционирования, что очень меня вдохновило, потому что я немножко переживала об этой поездке. Мама несколько лет не выезжала к нам в Севастополь, она сама с Хабаровска. Мама человек пожилой, 72 года. У нее есть свои уже хронические заболевания, поэтому я ее уговорила полететь именно на Аэрофлоте. И билеты были взяты с надеждой на рейтинг компании. Компания позиционирует себя как безопасность и комфорт для пассажиров. И я, постоянный клиент компании Аэрофлот, всегда была довольна, всегда отмечала добрым словом работу. Но вот то, что с нами произошло 22 июля, я считаю, это как темное пятно, на которое стоит обратить внимание руководству компании. И это одна из причин, по которой я все-таки убедила себя, вдохновила, не знаю, решилась на этот шаг вот этих всех размышлений, беседы онлайн и выпусков в интернет. Ситуация была очень болезненная, я до сих пор волнуюсь, говоря о ней. И просто буду делиться по факту, постараюсь не вовлекать мои чувства, потому что было очень стрессово и очень больно. Когда мы сели на борт корабля, на борт судна, и капитан объявил, что через несколько минут будет включена система вентиляции, меня это очень порадовало. Зная, как маме тяжело, когда недостаточность воздуха у нее сразу, ее болезнь начинает прогрессировать. Мы ждали, несколько минут прошло. То есть, что имел в виду капитан, когда объявлял, мне до сих пор непонятно. Почему была дана такая некорректная информация о времени, когда будет включена вентиляция, кондиционирование. Так продолжалось на протяжении всей посадки пассажиров. Когда пассажиры все зашли на борт, борт закрыли, система кондиционирования не была включена. Я начала волноваться, зная, чем это может грозить здоровью моей мамы. И также чувствую ответственность, потому что я ей дала обещание о том, что наша международная компания с высоким рейтингом Аэрофлот, она всегда заботится о каждом пассажире лично. И условия, в которых она полетит, будут чрезвычайно комфортными и безопасными. Я все еще лелеяла надежду, что, вот как сказал, было объявлено, будет включено кондиционирование. Через несколько минут, то есть прошло минут 10, было повторное объявление, что просим прощения и спасибо за понимание. И кондиционирование, система кондиционирования будет включена, вновь было сказано, через несколько минут. Прошло еще 5 минут, ничего включено не было. Люди начали махать кто чем мог, планшетками, бумажками, газетками. Сзади в последнем салоне начали кричать дети, потому что было очень душно, дышать было нечем. И я стала видеть, что моя мама начинает задыхаться. Я обратилась к проходящим мимо бортпроводникам, которые были очень нервные, жесткие, недоброжелательные. И я получала ответы, сейчас включат или уже включили. Или даже одна бортпроводник вступила со мной в дискуссию о том, что нужно просто потерпеть, они работают в таких условиях и ничего. И другие люди сидят, никто не возражает. То есть нужно просто потерпеть. И принесла стакан нам, ну, два стакана воды мне и маме. Когда я уже чувствовала, что я начинаю стрессовать и у меня начинается паника, я обратилась вновь к проходящей бортпроводнице, на что она сказала, что просто ждите, когда включится, тогда включится. После этого ответа я поняла, что нужно что-то делать, бить тревогу. Я вскочила со своего кресла, я побежала к старшему бортпроводнику в начало самолета и спросила, когда будет включено. На что мне был дан жесткий ответ, сейчас же вернитесь на свое место, сейчас будет включено. Я закричала в панике, потому что я уже чувствовала внутри очень сильный страх, чтобы с требованием, чтобы было включено сейчас, потому что моей маме, которая пожилой человек 72 года, очень плохо. Ко мне отнеслись очень грубо, начали шантажировать о том, что сейчас вызовут полицию и снимут нас с борта. После этих слов мне уже очень сложно было действительно почувствовать безопасность и комфорток тем более, поэтому я в отчаянии стала стучаться и кричать, чтобы капитан корабля, капитан судна что-то сделал, капитан самолета что-то сделал, принял какие-то решения и тогда было объявлено, что система кондиционирования будет запущена тогда, когда будут запущены двигателя. Конечно, услышав это, я понимала, что нужно что-то делать, потому что двери уже были захлопнуты, 400 человек на борту. Система кондиционирования пока включится, пока охладит помещение, мы сидели в третьем зале после, ну, первый зал бизнес, потом улучшенный, мы вот сидели в третьем зале. Я стала включать, скажем так, свою рацию, свой мозг, что мне делать, как мне спасти маму. Конечно, стала кричать о том, чтобы все включили, но обращение со мной было очень некорректное, грубое, и я побежала, взяла маму за руку и привела в зал повышенной комфортности, где при включении двигателя, самолета, ну, в первую очередь, начала уже работать система кондиционирования. Я была в панике, мама еле дошла, мы присели, ее обдул прохладный воздух. Я была очень расстроена, я была очень разозлена, во мне бушевали чувства, потому что я не ожидала. Это настолько была неожиданная и стрессовая для меня ситуация, и я среагировала, как я могла, что потом я узнала, оказывается, на борту есть кислородная подушка, которую могли бы в этот момент маме дать, но по какой-то странной причине даже не предложили в тот кризисный момент, а только на повышенных тонах заставляли меня вернуться на место, я потребовала написать жалобу и сказала, что пока мы будем сидеть здесь, и я сказала, что в виде извинения я приму, чтобы нам создали комфортные условия. Мы остались сидеть, волнуюсь, вспоминается это все снова, и возникают снова чувства страха и внутреннего волнения. Маме стало легче, я все еще была в состоянии паники, потому что я вообще не понимала, как такое могло получиться. Наверное, где-то и чувство вины было, что с мамой могло что-то случиться, и когда я кричала, спрашивала, а если сейчас что-то произойдет, мне было очень жестко отвечено, тогда мы вызовем скорую помощь. Я до сих пор не понимаю, как команда могла работать в таких условиях, и когда я поделилась со своими близкими, мне была сказана жесткая фраза, которую я до сих пор не верю. В том, что компания экономит на комфорте пассажиров. Я не принимаю это мнение, потому что я знаю компанию Аэрофлот с очень высокого качественного обслуживания пассажиров. И также, когда на борту было сказано, что все же терпят, что вы не можете потерпеть, эту фразу я тоже не принимаю, потому что я знаю, что сколько я летала компанией Аэрофлот, мне лично было оказано, мне, моим детям, было оказано личное внимание о комфорте и о безопасности. Поэтому я бы хотела сейчас поразмышлять о том, что произошло, а дальше было еще хуже. Когда я попросила книгу жалоб, мне принесли бумагу, и с этой бумагой мне принесли предупреждение о том, что если мы прямо сейчас не пересядем на свои места и не прекратим вот такое поведение, такое отношение, такие реакции на борту судна, капитан будет вызывать милицию. Так как люди в момент моего стресса, а все, что я кричала о помощи и просила включить кондиционирование, было включено полностью на весь борт самолета, и люди слышали мои крики о помощи, люди слышали то, что со мной происходило, и мою панику. Люди, конечно, я прекрасно понимаю, людей им и так плохо, а тут еще объявляют, что будет вызвана милиция, возможно, будет задержка, потому что будут снимать с рейса двух пассажиров. Это было сказано обо мне и моей маме. И люди, конечно, стали реагировать агрессивно. То есть в создавшейся стрессовой ситуации люди, каждый включил свой инстинкт к самовыживанию, начали кричать, ругаться, обзывать меня унизительными словами. Мама пыталась за меня из последних сил защищаться. Но, в общем, создалась очень стрессовая, очень небезопасная атмосфера полностью во всем самолете. И мне было очень страшно возвращаться туда. Я маме сказала, что я сейчас не пойду, потому что я боюсь за свою реакцию. Если люди начнут на меня повышать голос, если люди начнут меня обзывать, я боюсь, что после перенесенного стресса и страха за мамину жизнь я просто не выдержу второго такого напряжения. Поэтому я отказалась идти, и мама попросила, чтобы мы посидели немножечко, пришли в себя, пока вот я буду писать жалобу. Никакого личного извинения за принесенный моральный и физический ущерб со стороны команды не было принесено ни в начале, ни в середине, ни потом. Подошел ко мне затем старший бортпроводник и начал шантажировать о том, что если вот прямо сейчас в эту минуту мы не встанем, то капитан вызывает полицию, в Москве нас снимают с транзитного рейса, и мы шесть часов просидим, и меня заберут в милицию, и меня посадят. В общем, были угрозы, был шантаж, было использование негативных, обесценивающих слов в адрес, адрес моей личности. Я считаю, что это была такая провокация, потому что в момент этот все, что я могла, только это вот защищать себя, чтобы от меня все отошли и дали мне продышаться. Была написана мной жалоба полностью в подробностях на четыре листа. Когда мы закончили жалобу, я немножечко пришла в себя, мы вернулись на свои места, тогда уже салон там был полностью кондиционирован. Мы сидели до конца полета, и когда рейс был закончен, самолет приземлился, капитан объявил о том, что просит всех оставаться на своих местах, что сейчас зайдет полиция, и я понимала, что эта полиция будет снимать нас с рейса. И в конце капитан объявил о том, что очень извиняется перед всеми за предоставленные неудобства и оправдал себя тем, что Хабаровск не предоставил соответствующие услуги на предоставление кондиционирования при посадке пассажиров. Вот у меня здесь такие тогда размышления для руководства компании. Это была ошибка, или это была предусмотренная действительно экономия, и как это отразилось на полете и на лице компании, на рейтинге компании. Мне бы очень хотелось попросить руководства компании Аэрофлот обратить пристальное внимание на обслуживание команды, которая была на рейсе с 17, 11, 22, сейчас я уточню, 22 июля, с Хабаровска до Москвы, потому что ситуация была кризисная, подушка кислородная не была предоставлена, извинения не были принесены, было оскорбление личности, шантаж и запугивание. Мне странно, из-за чего, по какой причине, тоже мне непонятно, не была предоставлена корректная информация, которая была в самом конце сказана, о том, что Хабаровск по каким-то причинам не предоставляет кондиционирования в момент посадки. Возможно, это дало бы мне и моей маме право, как пассажирам, которые пришли за безопасностью и комфортом, покинуть борт самолета или как-то найти какое-то решение, обговорившее заранее о возможном стрессовом таком состоянии и непредвиденных обстоятельств, которые могут стоить жизни моей пожилой мамы. То есть, команда не подготовила меня и мою маму. Я не буду говорить обо всех пассажирах. Слава Богу, что все были здоровы и все вытерпели. Я говорю сейчас о себе, как о пассажире, который имеет права заявить о своем недовольстве, о той опасности, которая грозила жизни моей мамы и тот эмоциональный стресс, который был создан для меня, как для пассажира. Мне очень огорчительно. Я очень расстраиваюсь и волнуюсь. Как такое вообще могло произойти, до сих пор мне непонятно. Нас сняли полиция с рейса. Мы потеряли билеты. Нас привели в полицию, нас допрашивали. Маме стало плохо. Вызвали скорую там в аэропорту. Ей была оказана первая медицинская помощь, потому что мама упала в обморок. Вы знаете, ну, не хотелось бы такого опыта больше никому пожелать. Даже, как говорится, врагу не хотелось бы пожелать такого опыта. Я думаю, что это была единственная одноразовая ситуация, как просто, ну, такое вот, знаете, как такая очень крупная, серьезная ошибка, на которую обратит внимание, я уверена, руководство компании Аэрофлот и обязательно предпримет грамотные шаги. Я со своей стороны заранее благодарна и знаю, что как профессионалы своего дела, как умные люди, руководство Аэрофлота понимает, что это могло закончиться чем-то очень страшным на борту из-за недостатка кислорода и кондиционирования для пожилого пассажира. Слава Богу, что все обошлось. Мне грустно, что мы потеряли деньги, потому что мы люди-труженики, мы патриоты своей страны, мы многодетная семья, и мы каждый, мой папа, очень достойный человек России, который получил награду от правительства России, который трудится в свои 74 года до сих пор, и мы знаем, как зарабатываются деньги. Поэтому для нас эти деньги были значимые, весомые. Ну, тем более, что я являюсь многодетной мамой, и я знаю, какие потребности у детей, чтобы они были удовлетворены. На будущее мне бы хотелось бы, все, кто будет меня смотреть, пожелать, чтобы таких ситуаций не происходило. В любой момент, уважаемые зрители, вы можете воспользоваться в такой критической ситуации подушкой кислородной попросить, а также, ну, вдруг, по какой-то странной такой случайности опасной возникнет ситуация, когда вы заходите в самолет на борт, и вам объявляют, что через несколько минут будет включена система кондиционирования, убедитесь, пожалуйста, что это будет включено не после того, как заработает двигатель у самолета, если у вас есть какие-то очень такие критические заболевания, которые могут воспринять эту ситуацию как кризисную ситуацию, и как это может сказаться на безопасности жизни. Урок был, конечно, очень серьезный для меня. Мне не хотелось бы обращаться в Роспотребнадзор и озвучивать все фамилии, все имена, и предоставлять фотографии, видеоролики, записанные голоса на интернет. Мне очень не хочется этого делать, потому что, ну, я вообще женщина очень миролюбивая и справедливая. Поэтому я с радостью, с благодарностью приму извинения личные для меня и для моей мамы. Я считаю, что компенсацию за потерю билетов компания по разбирательству посчитает нужным нам вернуть, возможно, компенсацию эмоциональную, потому что мы просидели в аэропорту, в медчасти, в полицейской части, и это унижение нашего достоинства, потому что обвинение в мой адрес было выдвинуто как мелкое хулиганство. У меня вопрос, когда выдвигалось мне это обвинение, как вы думаете, была ли бы у меня такая реакция, если бы информация была дана корректная при начале о том, что будет, допустим, 30 минут при посадке, отсутствовать кондиционирование, и система включится только при запуске двигателя. Я думаю, что вы, как умные люди, будете ответить, что нет, я бы спокойно ждала, или предприняла какое-то действие, видя, что моей маме может стать плохо, договорившись, может быть, как-то, что она будет сидеть где-то в переднем зале, где больше воздуха, либо это может и вопрос решиться подушкой, кислородной подушкой. Я думаю, что стрессовой ситуации, критической такой бы не создалось бы, если был бы честный и корректный подход. И как вы думаете, как может женщина в панике, которая боится за жизнь своей пожилой матери, зная ее заболевание, и имея опыт, и имея опыт уже таких реакций, как вы думаете, как могла среагировать по-другому такая женщина? Спокойно сидеть, ждать, когда что-то произойдет. Я прошу, пожалуйста, по возможности, у кого будет желание передать это видео дальше по своим друзьям. Помогите мне распространить, пожалуйста, это видео. Я надеюсь, когда мама моя полетит обратно, полет у нее будет комфортный, безопасный, и члены команды аэрофлота сделают все возможное для того, чтобы она осталась довольна своим полетом и забыла ту ситуацию, как кошмарный сон. Всего вам доброго, здоровья вам, пусть ваша жизнь будет безопасной, и, конечно же, всем членам, всем работникам компании Аэрофлота я желаю здоровья, успехов и профессионального роста. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok